Саша, поздравляем тебя с бронзовой медалью чемпионата России. Это твой второй чемпионат России. Можешь сравнить чемпионат в Саранске и здесь чемпионат? В чемпионат в Саранске было меньше волнения, потому что мы никогда не отбирались. И просто катались попробовать во взрослых. Сейчас, конечно, было намного волнительнее, потому что надо было отбираться на чемпионат Европы и чемпионат мира. Ну, я и справилась. Ты считаешь, что это волнение, так сказалось, на прокат, и вот эти более серьезные задачи? Или то, что сама программа стала намного сложнее, и понятно, что ее нужно сложнее выкатывать? Я думаю, что с волнением я не справилась, так как и в финале, потому что на тренировках, на разминках, везде у меня получалось. Сейчас какие планы на Новый год, какие планы на дальнейшую подготовку на чемпионат Европы? Сейчас, конечно, на Новый год я буду его отмечать с семьей своей. Поедете куда-то? У нас еще не решили, потому что были соревнования, и мы пока не думали об этом. А после, конечно, буду работать и готовиться к чемпионату Европы. Какие планы на чемпионат Европы? Я имею в виду планы, понятно, что нет такого спортсмена, который не хочет завоевывать золотую медаль. Ну, какие у тебя планы, какие прыжки ты будешь прыгать? Или будет все четко так, как тренеры посмотрят по тренировкам и определят, какая программа будет? Конечно, будем смотреть на тренировках перед чемпионатом Европы. Какой готовности я буду, и тогда уже будет формироваться мой контент. Скажи, пожалуйста, какой бы подарок ты хотела себе на Новый год, и что бы ты хотела пожелать себе в следующем году? Ну, дети, которые верят в Деда Мороза, меня убьют, наверное, но мне уже папа подарил браслет на Новый год. А что бы ты сама себе пожелала? Чисто катать программы, четки, наконец-то. Мы желаем тебе, Саша, чтобы все твои желания сбылись. Поздравляем тебя с Новым годом с замечательным подарком. Желаем тебе счастья и, главное, здоровья. Спасибо тебе, Саша. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!